Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. В Кыргызстане стопроцентным охватом учебниками сегодня не может похвастаться ни одна школа. В целом по республике обеспеченность школ учебниками составляет всего 75%. Дети продолжают получать образование по книгам, написанное еще в советское время. О книгах, по которым учатся наши школьники, подробнее расскажет Айтунук Нурдинова. Факты и мифы о фараонах и пирамид. Ученица пятого класса Айназика Байказы всерьез увлечена историей древнего века. Однако, чтобы понять материал, ей приходится перечитывать учебник не один раз, так как огромный объем свалившихся фактов и цифр не всегда по зубам пятиклассницы. Историю в этом году начали преподавать в первый раз. Вначале было очень тяжело, но потом учительница пыталась объяснить более доступным языком. К примеру, если сравнить с предметом этика, то на этих уроках мы сразу понимали и получали полезную для себя информацию. А историю приходится три раза пересчитывать. Делится ученица пятого класса Айназик. Язык изложений тяжелый и перегружен терминологическими оборотами. И в учебнике по отечественной истории, который иногда непонятен даже взрослым. В итоге предмет просто скучит для школьника. Аналогичные претензии звучат и в адрес учебников по другим предметам. Как со стороны учителей, так и родителей. Учебники для начальных классов, они хорошо написаны. А вот написание учебников, начиная с пятого класса, оставляют желать лучшего. Я часто ругала дочку за плохую оценку, но когда она попросила помочь, даже я, прочитав одну страницу, забывала, о чем говорилось вначале. Если вспомнить наше время, в 80-е годы книги по географии или истории мы читали с удовольствием, потому что удавалось легко. А в нынешних книгах много повторений, непонятных терминов. Может из-за некачественного перевода, не знаю. Рассказывает жительница города Бишкек Саля Бекпулеева. В пробелы в написании книг признают и сами авторы. Соавтор учебника по кыргызской истории для девятого класса Мурат Иманкулов отмечает, что сегодня прилагаются все усилия для разгрузки программы. Нехватка или отсутствие традиций или опыта написания учебника привело к тому, что когда в 90-е годы был написан учебник по истории Кыргызстана, они были тяжелыми для школьников, потому что опыта нет, и очень научными. И это привело. И после этого выпущены несколько поколений учебников, несколько поколений стандартов. И сегодня ставим, что именно вот этот вопрос, что такой тяжелый учебник для восприятия очень плохо, и необходимо разгружать содержание материала, чтобы школьник был, например, с учетом возраста, они могли спокойно понимать, получать информацию. Это один, то есть разгрузка содержания, облегчение содержания, смог выработать себе мышление и самостоятельно мог продолжить учебу. Говорит кандидат педагогических наук Мурат Иманкулов. Кроме этого, согласно проведенному мониторингу, 60% школьных учебников в стране считаются физически и морально изношенным. Большинство учеников продолжает пользоваться старым, весь заклеенным скотчем, совершенно потрепанным учебником. Больше половины у нас старые книги, у многих из них уже порваны страницы. Некоторые страницы разрисованы, и, соответственно, некоторые места не удается прочитать. А иногда и вовсе отсутствуют страницы. В таком случае иногда приходится переписывать у одноклассников. А в самые старые учебники это по математике, кыргызскому языку. Рассказывает Айназик. Как правило, когда книги изнашиваются и перестают соответствовать санитарным нормам, после пятилетнего использования их списывают. Это означает, сколько школа списала учебников по одному предмету, столько же должна получить. На деле все обстоит не так. Ни одна школа не получает учебники в необходимом количестве. До недавнего времени случилось, что заранее формировался специальный дефицит. Потому что книгу печатали, например, если необходимо 60 тысяч, печатали в объеме 30 тысяч. И сразу получается дефицит, нехватка учебников. То есть сегодня очень такая острая проблема – это нехватка учебников. Вот если вспоминать советское время, если необходимо 100 тысяч учебников, они печатали 120 тысяч. Потому что в процессе учебы иногда порвется книга или теряется, потеряется. И тогда, если точно выпускать, то потом замена не дойдется, и ученик не может восстановить утраченную книгу. Рассказывает Мурат Иманкулов. Соответственно, с учетом такого состояния учебников, говорить о качестве образования не приходится. По словам специалистов, реформам в системе необходимо начать именно с учебников, а не перекладывать всю вину за низкое качество образования на учителей. Так как учебники и есть основной инструмент в руках преподавателя. Для того, чтобы учитель работал более эффективно, кроме учебника, надо, например, методическое руководство для учителя, чтобы он смог работать. И учебник в основном предназначен для учеников, не для учителей. Учитель должен знать и получать больше информации, чем ученик. А это дает учебное или методическое руководство для учителя, которое предоставляет различные варианты информации. И учитель смог бы эту информацию использовать в зависимости от подготовленности какого-то класса. Потому что есть классы более подготовленные, более сильные, есть более сильные учебники, есть слабые учебники. И это пособие поможет более квалифицированно, более подготовлено провести занятия. Этого нет. Именно вот эти новые стандарты, новое поколение ставит перед собой цель именно выработать такую компетенцию школьников, что меняющимся мира, потому что вот сегодня, если посмотреть мобильный телефон сегодняшнего дня, через год посмотреть уже практически новый, через три года уже совсем телефону совсем другого поколения. Потому что мир быстро меняется. Поэтому мы должны теперь свое образование, систему образования строить так, чтобы каждые пять лет будет меняться совсем новая система. Если мы быстро не будем менять, тогда мы будем отставать. Считает Марат Иманколов. Кроме этого, сами учителя отмечают, как одну из основных проблем в системе образования не соответствует школьных книг к учебному плану. По словам преподавателя школы Соколовского района, Нуркос Исмаиловой зачастую книги не содержат необходимых тем. Программа некоторых учебников не является продолжением изученного в предыдущих классах материала. Учителям приходится прибегать к другим ресурсам, что создает определенные неудобства. В кыргызских классах особенно нехватка идет учебников по точным наукам. Это по химии, по физике, по алгебре. Многие учителя стараются переводить с русского на кыргызский, чтобы уже не отставать от программы. И стараются давать детям все возможное, чтобы они успевали по программе. Нехватка учебников, конечно, это большая проблема для работы учителей. Это тянет назад. Если бы учебники были все соответствующие с учебной программой, то любой учитель мог бы уже на два шага вперед идти по программе и уже для себя оставлять какие-то часы для дополнительных занятий. Но так как учебных пособий не хватает, это тянет назад работу учителя. А также, соответственно, если работа учителя идет назад, то также это и для учеников идет отставание по программе. И, конечно, мне хотелось бы еще отметить, что если в классе 23 ученика, то учебники рассчитаны только на 15 или на 17 человек. Это, конечно, тоже большая проблема. Говорит она. Для решения проблемы с этого года Министерство образования и науки, согласно принятым новым предметным стандартам, начнет издавать учебники нового поколения. Будут заказаны учебники на все обновленные предметы для первого и одиннадцатого классов. Это будет совершенно новая система школьного образования, отмечают в ведомстве. Библиотечный фонд школ будет полностью обновлен. С принятием новых предметных стандартов учебники будут проходить конкурсный отбор. Как по содержанию, так и по качеству. Там будут определены критерии, которым должен учебник соответствовать. Согласно этих критериях, содержательная часть должна быть доступна пониманию учащегося, должен сопроводительный материал быть хороший. Эти учебники будут издаваться в виде УМК. УМК – это учебно-методические комплексы, состоящие из учебника, учебного пособия и рабочей тетради для учащегося. То есть, начальные классы будут сопровождение обязательно с рабочей тетрадью для учащегося, а в старших классах по мере необходимости. Но учебно-методические пособия для учителя будут сопровождать каждый учебник. То есть, работа учителя будет во многом облегчена. Рассказала Чинара Курбанова, специалист Министерства образования и науки. Так, в сентябре этого года планируется начать издавать учебники по 28 номинованиям для школ с кыргызским, русским и узбекским языками обучения. Однако, для полного внедрения книг потребуется еще два года, сообщает Министерство образования. Внедрение учебников нового поколения планируется с 2017 года, так как в 2016 году будут проводиться конкурсы, конкурсный отбор и апробация учебников. И уже к 2017 году мы надеемся, что учебники нового поколения уже начнут с 5 по 11 класс постепенно поступать в учебные образовательные организации. Практические 100% обеспечения достигнуть сложно в связи с тем, что срок – это износ физический через 5 лет. 100% обеспеченности можно достигнуть по линейкам, по параллелям одного класса. Наше министерство стремится к тому, чтобы поднять обеспеченность до 100%. Но в связи с тем, что учебники нового поколения еще не написаны, у нас идет постепенная замена учебников. Мы, конечно, будем стремиться, но в связи с тем, что дефинансирование нас подводит. Говорит Чинара Курбанова. Детям продолжают покупать книги сами родители. В целом по республике обеспеченный школ учебниками составляет в среднем 75%. А с выходом учебников нового поколения ожидается, что этот показатель удастся поднять до 78%. А для полного обеспечения школ книгами необходимо одноразово 700 миллионов сомов и ежегодно по 200 миллионов, сообщает ведомство. Так как восполнение 12 миллионов школьных учебников – из непростых задач. Но от того, по каким книгам будут учиться в школе, зависит качество и уровень молодого поколения. Поколение, которое будет управлять страной в будущем. Айтуна Кнурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.